Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Русский Иван. И поговорим мы с вами сегодня об органических удобрениях. Органические удобрения являются, пожалуй, самыми первыми удобрениями, которые использовал человек, в силу того, что органические удобрения это в основном отходы жизнедеятельности различных животных. Среди привычных нам органических удобрений следует отметить, в первую очередь, конечно же, навоз. Он может быть конский или крупнорогатого скота или даже свиной в виде жижи или в виде плотного навоза. И куриный помёд. Куриный помёд по азоту является примерно в два раза более концентрированным удобрением, чем конский или иной навоз. Вообще гранулированные или свежие органические удобрения, по сравнению с минеральными удобрениями, содержат гораздо меньше активных веществ, которые необходимы растениям. Ну, например, стандартное комплексное удобрение минеральное содержит 16% азота, 16% фосфора, 16% калия. Марки могут быть различны, но это, например, одна из наиболее распространенных. При этом содержание азота в курином помёте примерно 4-5%, а остальных элементов питания ещё в два раза меньше. Таким образом, дозы внесения органических удобрений должны быть, соответственно, выше для того, чтобы в полной мере обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Это с одной стороны. С другой стороны, у органических удобрений существуют некоторые преимущества перед минеральными удобрениями. В первую очередь, они связаны с тем, что органические удобрения являются сильнейшими активаторами почвенной микрофлоры. Как мы уже знаем, и в наших предыдущих роликах мы неоднократно говорили, что почвенная микрофлора в основном содержит бактерии и грибы, которые полезны для растений. И особенно в таких местах, как теплицы, там, где нет севооборота, там, где нет естественного процесса увлажнения почвы, там, где, как правило, пониженное количество почвенных насекомых и других макроорганизмов, которые разрыхляют почву, обеспечивают ее кислородом, при длительной эксплуатации таких вот мест, там, конечно, микрофлора почвы нарушается и количество органического вещества снижается достаточно резко. В этой связи внесение органических удобрений именно в защищенном грунте является чрезвычайно необходимым. Кроме того, в длительно эксплуатируемых огородах вынос органического вещества тоже является достаточно значительным. А вот если мы вносим только минеральные удобрения, в этом случае мы нарушаем структуру почвы, мы нарушаем почвенную микрофлору, мы нарушаем естественные процессы, которые происходят в почве. Соответственно, периодическое внесение органических удобрений является совершенно необходимым. У органических удобрений при всем том имеется также и ряд недостатков. Не имея в виду только количественное содержание минеральных веществ, которые в органических удобрениях находятся, к существенным недостаткам органических удобрений можно также отнести и наличие в неперепревших или недостаточно перепревших органических удобрений большого количества семян сорных растений, которые животные потребляют вместе с кормами. Эти семена не перевариваются, не погибают, они попадают в отходы жизнедеятельности животных, затем попадают к нам в огороды, на поле и, соответственно, обогащают почву не только полезными органическими веществами, но также и с семенами сорных растений. Кроме того, органические удобрения могут быть источником некоторых патогенных или условно-патогенных бактерий, которые ассоциированы с животными. В этой связи обязательным условием использования органических удобрений является их предварительная подготовка, которая заключается в их вылеживании, пропревании, компостировании и другой обработке, которая исключает сохранение жизнеспособности сорных растений, семян сорных растений, а также болезнетворных организмов. Поэтому, конечно, лучше вносить органические удобрения не в чистом виде, а в виде компостов, когда вы с растительными остатками, торфом, другими субстратами смешиваете органические удобрения, даете им возможность вылежаться и уже потом вносите под растения. Ну, а кроме того, данная проблема решается приобретением готовых препаратов органических удобрений, высушенных, гранулированных, потому что, как правило, вот в таком вот виде органические удобрения проходят обеззараживание, пропаривание, прогревание, что не позволяет вредным организмам, в том числе сорнякам, сохраниться в такого вида удобрениях. Ну, кроме традиционных удобрений, которые являются отходами жизнедеятельности животных, к органическим удобрениям также можно отнести торф и достаточно условно можно отнести опилки. Дело в том, что торф является уже самым по себе достаточно минерализованным субстратом и содержит, ну, вполне приличное количество различных питательных веществ для растений. Единственное, что необходимо всегда пред внесением торфа, вспомнить, под какие растения вы его вносите. Если это растения голубика, вересковые растения или рододендроны, то, конечно, надо вносить нераскисленный торф. А если же это огородные культуры, садовые культуры, этот торф должен быть раскислен, либо перемешан с доломитовой мукой, известью или другими регулирующими субстратами. Что касается опилок, то сами по себе они органическим удобрением не являются, поскольку содержат очень небольшое количество калия и азота, и уж тем более содержат там совсем небольшое количество фосфора. При этом опилки являются прекрасным мульчирующим агентом. И для того, чтобы нейтрализовать кислотность опилок, которые формируются при их постепенном перепревании, при нанесении на поверхность грунта, их необходимо постоянно смачивать раствором мочевины. Микрофлора, которая поселяется в этих опилках, очень активно использует азот мочевины, а если их не пропитывать мочевины, то микрофлора будет активно использовать азот из почвы, тем самым обедняя почву. Но вот при пропитывании раствором мочевины опилок, мы обогащаем опилки азотом, этот азот попадает в микрофлору, а затем после окончательного перепревания опилок и перекапывания, этот азот возвращается назад в почву и делается доступным для наших растений. Поэтому при правильном использовании опилок в качестве мульчи, они также могут являться хорошим органическим удобрением. Я надеюсь, что этот небольшой экскурс в органические удобрения поможет вам разобраться, когда и как, и какие удобрения органические, где особенно необходимо их использовать. Я надеюсь, что информация вам наша полезна. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал для того, чтобы быть всегда в курсе наших выпусков. Нажимайте на колокольчик вот здесь, в этом углу видео, и буду рад новой встрече с вами.